Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробностей о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. Его страница в фейсбук. Жертвы минного поля. Сегодня утром возле Марьинки на мине подорвался гражданский микроавтобус. Это произошло в 600 метрах от украинского контрольно-пропускного пункта. Три человека погибли. Все подробности этой трагедии в материале Вениамина Трубачева. Взрыв произошел на этом месте. Это так называемая серая зона. И вот очевидцы говорят, что водитель микроавтобуса попытался объехать очередь по полю и попал на мину. И взрыв был настолько мощный, что вот это все, что осталось от автомобиля. На обочине лежит тело мужчины. Асфальт рядом, залит кровью. Взрывной волной людей разбросало в стороны. Взрыв был такой громкий, что как мина, думали, пролетела. Были обстрелы. А потом уже разобрали, что на мину машина нарвалась. Далеко от вас было? 800 метров. Микроавтобус ехал из Донецка. Два человека погибли на месте. Это мужчина и женщина, рассказывает Александр. Он прибежал на место взрыва еще до приезда скорой. Увиденное его шокировало. Труп без головы, без ног накрыли его скорой. И так фрагменты тела разбросало по дороге. Еще один мужчина был жив. Его на карете скорой быстро доставили в ближайшую больницу в городе Курахово. Но травмы оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он умер через 30-40 минут с момента поступления. В прошлом году здесь шли ожесточенные бои. На полях между блокпостами боевиков и военных остаются десятки мин, неразорвавшихся снарядов и растяжек. Но предупреждающих знаков мины нет. Здесь нет никаких табличек. Таблички вот там, возле тех постов основных. А между нулевыми нет тут никаких табличек. Съезжать с асфальтированной дороги категорически запрещено. Да и просто стоять в очереди опасно. Боевики накануне обстреляли этот пропускной пункт. По КПВВ был приход АГС. Пять пострелов, которые, на счастье, был перелет жертв и наследований негативных не было. Если обстрелы боевиков не прекратятся, пограничники говорят, будут вынуждены закрыть пропускной пункт. А пока непонятно, кто будет забирать останки тел, которые так и лежат в поле на нейтральной территории. Вениамин Трубачев, Юрий Романюк и Александр Ковтун. Подробности телегонал Интер. Маринка. Донецкая область. Украинские министры представили зарубежным послам планы реформ на этот год. Что обещают изменить? Чем хвастаются премьеры, главы Минюста и МВД? И какое впечатление произвело это громадье украинских планов на заморских чиновников? Расскажет Елена Зорина. Реформы важны, реформы нужны. Вместо привычного заседания правительства по средам сегодня презентация реформ. В правоохранительной системе и в сфере юстиции. Все это не для обычных чиновников и журналистов, а для зарубежных послов. Да, я знаю, что война не оправдание отсутствия реформ. Мы делаем реформы и очень четко настроены их делать дальше. В этом году изменений министр анонсирует немало. Патрульная полиция будет еще в почти трех десятках украинских городов. Новые правоохранители появятся и в селах, а вскоре заменят гаишников на дорогах. Будут и чистки. Говорят, что вы выгоняете профессиональных кадров. Извините, пожалуйста, а что мы ждали 25 лет, когда строили такую систему? До конца июля где-то у нас такой расчет, мы закончим уже полноценную аттестацию во всей Украине. А уже к следующему году в Украине полноценно заработает полицейский спецназ подразделения КОРД. Уже завтра его представят во Львове, через неделю в Харькове. О том, что сделано, чиновники не только рассказывают, даже показывают. Это очень большая эдикарка. Так, это стиль, но она смартная и она работает. На словах и на пальцах заверяют, сделали, что могли. В Минюсте, к примеру, за два года вдвое уменьшили штат. А бумаги, убеждает министр, заменили электронными сервисами, чтобы открыть бизнес было легче или, к примеру, изменить фамилию. Теперь вот еще одну новацию придумали. Презентация реформ длится более двух часов. Послы слушают с интересом, а вот советникам одного из министров откровенно скучно. Они то зевают, то не отрываются от мобильного. Реформа прокуратуры, судов, нацгвардии, МЧС, идей у чиновников много. Все они разные. Но вот одна проблема. Кто бы деньгами помог? Чи появились у нас деньги в бюджете в этом году, чтобы изменить систему? Нет, дополнительных денег нет. Без денег, признаются, тоже кое-что могут. К примеру, изменения в пенитенциарной системе предлагают начать с продажи столичного Лукьяновского СИЗО. Знаменитого здания в центре Киева. Найдутся ли инвесторы и кому достанется лакомый кусок земли под старым строением, пока остается загадкой. Не отступает и премьер Яценюк уверяет, мол, обреченные реформы и от них не откажется. Но тут же предупреждает. Политические игры, которые проходят последним временем, слишком дорого, могут стоить для страны. Мога идет не о персонале, но о ценности и будущем государстве. Послы Большой Семерки отмалчиваются до последнего, но поддержку все же обещают как консультациями, так и деньгами. Но при условии хотят видеть реальную борьбу с коррупцией. Еще многое остается сделать, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией. Главное требование в сфере реформирования – продемонстрировать абсолютно четко, что будет новая система, что не будет продолжения ядовитых практик прошлого – толерантности к коррупционным практикам предыдущей власти. На словах украинские чиновники к этим требованиям готовы. Что будет на практике – вскоре увидим. Елена Зурина, Геннадий Аникиенко, подробности – телеканал «Интер». После выступления перед послами Аваков и Петренко успели на экономический комитет Верховную Раду. Там уже без премьера почти все министры рассказали о своих успехах за прошлый год. Прониклись ли этими достижениями народные депутаты? Узнаем от Ольги Рыцарь. Это первое заседание экономического комитета в таком широком формате. Здесь, кроме депутатов, почти все министры обсуждают отчет правительства за год. Премьера нет. Почти 200 страниц отчета министра разделили на блоки. Каждый зачитывал свою часть. Министр обороны Степан Полторак коротко о реформах в сфере нацбезопасности. Если еще в прошлом году на контракт на протяжении месяца приходило у нас и записывалось 200, максимум 300 человек, то за первый месяц 16-го года таких людей было 6 тысяч человек. От обороны к правопорядку. Реформа полиции – достижение, но преступность растет, признал министр внутренних дел. Раскрываемость тоже упала. И она находится на уровне 42%. Под тяжким и тяжелым, вот это я вам говорю. Это проблема, и мы над этим работаем. Гигантское количество вторичного оружия, которое появилось у нас, обусловило резкий рост вооруженных грабежей. Главный прорыв за год – старт децентрализации, считают министры. Практически все законы, необходимые для передачи власти на места, приняли. 24 миллиарда гривен уже направили в местные бюджеты, резюмирует вице-премьер-министр. И жалуется на депутатов. Самые изменения в Конституции поставят бесповоротную точку в проведении этой реформы. Ей нужно поддерживать. Только о достижениях говорил и министр юстиции. Повторяет почти все то же, что и на презентации реформ в Кабмине. Казначейские счета наполнены, соцгарантии выплачены, курс стабильный. Удержаться на плаву помогли международные кредиты, говорит министр финансов. По словам Натальи Яреська, Украина в этом году еще ожидает до 10 миллиардов долларов помощи. Про это, эта стабильность не является мощной еще. И если мы не будем продолжать важные, непопулярные, но крайне необходимые структурные реформы, и не будем поддерживать жесткой бюджетной политики, мы снова рискуем вернуться в состояние малокерированной экономической кризи. Почти четыре часа депутаты слушали министров. Больше всего вопросов к главному финансисту страны. Мол, на словах красиво, в реальности все по-другому. Краина характеризуется двумя основными вещами. Что такое ключ экономического развития? Это ВВП. Но риск ВВП у нас провалился на 10,5%. Это и первый результат. Другой, это минимальный заработок на плату в эквиваленте. Если она два года назад была, скажем, 100,4 евро, а сейчас 52, то это и есть характеристика, как работали любые друзья. По реформе митницы, фактически, она признала свою неспроможность. Один из направлений работы, за который отвечает Министерство финансов. И я считаю, что в связи с взрывом бюджетного процесса и с провалом податковой реформи, это прямыми свидетелями того, что Министерство финансов не справилось с покладенными на него задачами. Некоторых министров депутаты зовут к себе на комитеты. А уже более жаркую дискуссию обещают 16 февраля, когда правительство будет публично отчитываться перед всем парламентом. Ольга Рызарь, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. МВФ не даст украинских денег, если не будет реформ и борьбы с коррупцией. Такое жесткое заявление сегодня сделал директор фонда Кристин Лагард. Она подчеркнула, нынешняя украинская власть рискует наступить на грабли своих предшественников. Комментарий главы МВФ появился в преддверии решения фонда о выделении Украине долгожданных траншей объемом в 17,5 миллиардов долларов. Напомню, программу приостановили минувшей осенью из-за того, что Киев не выполнил условия кредитования. Ранее экономисты заявляли, что без поступлений от МВФ гривня рухнет. И вот что ответили на это заявление в Минфине. Наши захидные партнеры завжди говорят одни и те самые, что нам нужно продолжить, прискорить все наши реформы, и экономические, и антикоррупционные, чтобы залишиться в программе. Посол США в Украине Джеффри Пайетт также прокомментировал заявление главы МВФ на своей странице в Твиттере. По его мнению, это очередной аргумент в пользу перезагрузки правительства и борьбы с коррупцией. Комментарий главы МВФ обвалила украинские еврооблигации. Бумаги подешевели более чем на 2%. Последний раз цена наших еврооблигаций так падала после заявления об отставке министра экономразвития Абрамовичуса. И сам же Айварас Абрамовичус уже второй раз на допросе у детективов антикоррупционного бюро. Какие доказательства обвинений он предоставил сегодня, расскажет Анна Каменева. На допрос министр экономики приезжает почти вовремя. Сегодня Абрамовичус немногословен. Вначале сделал лишь небольшое заявление. Политическое давление на назначение это несовместимо с процессом реформ. И если Национальное антикоррупционное бюро решило, что здесь есть потенциальные какие-то криминальные вещи и хотят дополнительно доказательств, я, конечно, открыт к дискуссии, предоставлю все. Поэтому они запросили какие-то дополнительные материалы и как раз я их сегодня принес. Что это за материалы, министр не уточнил. Тайна следствия, однако, заявил, делать шаг назад и отзывать свое заявление об отставке не собирается. За последнюю неделю, в принципе, ничего такого серьезного не произошло в нашей стране с изменениями. Поэтому я, если вы спросили бы, я вам бы ответил, что свое заявление я не забираю. В понедельник Абрамовичус провел детективов почти три часа. Сегодня час. После допроса говорить журналистами отказался. Поспешно вышел из здания, добавил, что этот допрос не последний. А вот будут ли детективы использовать полиграф, как того требовал обвиняемый министром нардеп от БПП Игорь Кононенко, в НАБУ пока не говорят. Проведение психофизиологического исследования, то есть опыта на полиграфе, она предпочитает использование только тогда, когда есть существенные противоречия в свидетелях. Перекрестный допрос, на котором тоже настаивал Каноненко, также возможен только при существенных противоречиях в показаниях, говорят в НАБУ. А пока что версию нардепа детективы еще не слышали. В интернете появилась информация, что на допрос Каноненко вызовут на следующей неделе. Но в бюро пока что это не подтвердили. Напомню, Абрамовичу сподал в отставку, заявив о вмешательстве нардепа Игоря Кононенко в работу министерства. Тот якобы требовал от министра взять в замы своих людей. Нардеп это все опроверг, а на время следствия сложил полномочия замглавы фракции БПП. Анна Каменева, Иван Ермаков, подробности телеканал Интер. Под прицелом детективов оказался еще один министр инфраструктуры. Андрей Пивоварский сегодня заявил, что против него антикоррупционное бюро открыло уголовное дело. По представлению депутата Денисенко. Правда, какого конкретно министр не знает в парламенте, по его словам, три таких фамилии. В чем конкретно подозревают Пивоварского? Ответа детективов на этот вопрос мы ждем уже завтра. А в ГПУ по расследованиям преступлений против майдановцев продолжают отчитываться областные прокуроры. Сегодня очередь в Запорожской области. Александр Шацкий рассказал, что в регионе открыто семь уголовных производств. Вынесен приговор экс-губернатору Александру Пиклушенко. Продолжается рассмотрение дел экс-главы облсовета Виктора Межейко и бывшего начальника областной милиции Владимира Сербы. Последний в бегах и поэтому его судят заочно. Були полностью предъявлены все доказы, которые доказали вину экс-губернатора. Он закончил жизнь самогубством, застрелившись. Экс-глава областной рады был заслужен до 5 лет в избавлении воли и 3 лет занимать посаду в органах местного самовредования. Тем временем генпрокуратура направила в суд обвинительный акт по делу трех бывших беркутовцев. Их подозревают в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сегодня говорил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Экс-беркутовцев обвиняют по нескольким статьям. Терроризм, превышение служебных полномочий, умышленные убийства. Напомню, суд уже рассматривает дела двоих бывших бойцов Беркута Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Еще 20 человек находятся в розыске. Эти люди арестованы, пребывают под вартою. Это два бойца колишнего полка Беркута, города Киева, и заступник командира полка. Жертва соцсетей. Пост в фейсбуке одесского губернатора Михаила Саакашвили заинтересовал чиновников Министерства внутренних дел. Что за секретную информацию он слил в сеть, каким последствиям это может привести, и что о возможном расследовании знает глава МВД. Подробнее Ольга Теребинская. За кино с передовой уголовная ответственность. По информации спикера администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко, в МВД начали расследование в отношении действий одесского губернатора Михаила Саакашвили, после того, как он опубликовал секретную информацию о подразделениях АТО. Об этом Лысенко рассказал изданию «Новая газета». Вот это видео, которое 14 января появилось на странице Саакашвили в фейсбуке. Здесь он на позициях одесского батальона «Шторм» в Мариуполе. В пятиминутном ролике и секретный пост наблюдения, и лица бойцов, и оперативная карта с пояснениями командира. Саакашвили пишет, колебался, но все-таки видео решил показать. Потому что ему не понравилось, как там живут бойцы. Командир «Шторма» после этого ушел. При этом без внятного объяснения причины. О том, действительно ли этим делом занимается МВД, мы спросили у Арсена Авакова. Но министр говорит, об этом не слышал. В МВД нет таких функций. Это он занимается, если и занимается, то следствие национальной полиции. Я не в курсе. А вот Лысенко сказал, что вроде бы как МВД ведет дело. Ну вы слышите, что я вам сказал? У вас нет этой? Нет. Позже, уже не на бегу, Аваков говорит, не министрское это дело знать обо всем, что расследуют подчиненные. Следствие не есть прямая функция министра. Уже, слава Богу, три месяца. Поэтому, безусловно, министр контролирует. Но я не занимаюсь конкретным вопросом. Более того, считаю необходимым не вмешиваться в эти процедуры. В пресс-службе пообещали узнают, ведется ли у них в ведомстве такое расследование. Я только прочитал это выслов моего коллеги Андрея Лысенко. Мне нужно уточнить, что он имел на увазе. Может, он и помылился. А, может, и нет. На это требуется час. Больше своего шефа знает советник главы МВД Зарян Шкиряк. Рассказал, проблема есть, но дело это не для МВД. Пытание, что касается Саакашвили и его въезда в Мариуполь, это вопрос контрразвитки и военной разведки. В том, мы осуществляем, что имел на увазе, когда выяснилось там МВС. Я вам хочу сказать, что сегодня у хлопцев действительно есть проблема. Я не знаю, что говорил про это Андрей. Там есть вопросы о погрозах жизни. И они обратились относительно того... Бойцы Шторма нам рассказали, такой пиар-ход губернатора им совсем не понравился. Но не потому, что тот выложил видео. Никакой нету тайны в том, где находятся эти посты, потому что сепараты все равно это обо всем знают. Единственное, то, что он высветил лица наших солдат. После его уезда отношение к нашему подразделению со стороны местных властей ухудшилось. Монтеры местные, которые нам помогали, готовили пищу нам, развозили по постам. Они просто отказались это делать. Понимаете, ничего хорошего с этого не вышло. Знает ли что-либо о вероятном расследовании сам Саакашвили? Получить его комментарий сегодня не удалось. В пресс-службе губернатора говорят, он готовится к командировке. И времени на комментарии нет. Так кто занимается расследованием? И занимаются ли им вообще? И кто от этого может пострадать? Губернатор или оператор, снимавший это видео? Мы будем выяснять. А пока ждем ответа от МВД. Ольга Теребинская, Геннадий Аникенко, подробности, телеканал Интер. И еще один скандал в Одесской области. Там на взятки попался очередной чиновник. Точнее, чиновница. Замначальника одного из отделов инспекции по защите прав потребителей. В прокуратуре говорят, что она требовала от предпринимателя 25,5 тысяч гривен. За это обещала снизить штрафы после проверки предприятия бизнесмена. Деньги чиновница получила и теперь ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. И не грозит пока лишение свободы отстраненному главе службы занятости Ярославу Кашубе, которого обвиняли во взятке в 622 тысячи гривен. Более того, столичный суд решил восстановить его в должности. Ждут ли экс-чиновников в профильном министерстве и останется ли на нем клейму взяточника? В кадровом скандале разбиралась Татьяна Авинникова. Это видео сотрудники СБУ снимали в сентябре прошлого года в центре Киева. В служебном автомобиле Ярослава Кашубы, председателя госслужбы занятости, нашли 622 тысячи гривен. По версии СБУ, чиновник получил взятку от участников тендерных торгов, которые проводила госслужба. Через несколько дней после инцидента министр соцполитики Павел Розенко уволил всех руководителей службы. Сегодня Кашуба снова в центре скандала. Киевский Печерский суд вынес решение восстановить его в должности. В ответ на такой вердикт министр соцполитики Павел Розенко заявил, не вернет скандального чиновника. Я не маю намера поновлювать Ярослава Кашубы на посаде до, власне, відповідного решения суду, який встановит або его провинник, або его, відповідно, невиноватість. Справа, по сути, винин або невинин, в суді ще не розглядалася. Навіть материалы, я так розумію, напередані до суду, іде, ну, типу, як следство в цей справе. Але певна колізія є. Адвокат Кашубы Алексей Шевчук, он, к слову, защищаєт сейчас також і Геннадія Корбана. Говорит, никакой правовой колізії нет. Печерский суд действительно отстранил чиновника від должності. Но только до 12 февраля. І уверяє, Кашубу заказали, а деньги подбросили. Це була відверта провокація, і це були замовні дії по відношенню до Кашуби. Нам вдалося довести, що в діях Кашуби немає ознак кримінального правопорушення. Мій лист міністр отримав, знаказ міністра протиправний, протизаконний, і Кашуба має бути пановлена на посаді. Як удалось уже доказати, що Кашуба невиновен, якщо в ГПУ все еще ведуть розслідання, адвокат не уточняє. Сам Ярослав Кашуба з журналистами общаться наотрез отказывається. Где він зараз, не в бегах ли і чем займається, неизвестно. Його защитник лише розказав, с тех пор, як руководитель служби занятости остался без роботи, вернулся в науку. Адвокаты намерены окончательно закрати уголовне производство в ближайші пару днів. Міністр соцполитики Розенко заверил, Кашубу в кресло не вернет, а за своє рішення відведет. Якщо нужно, то і в суді. Татьяна Овинникова, Олег Неведомський. Подробності Телеканал Інтер. Два суда в один день с одними і тими же участниками. Главный фигурант і там і там Геннадій Корбан. Оба слушання прошли с разницей всего лишь в пару часов. В Печерском райсуді защита Корбана требовала освободити подзащитного из-под стражи по состоянию здоров'я. С вердиктом судьи не затягивали, удовлетворили жалобу частично. Корбана оставить в СИЗО. Но организовать для него прямо на месте обследования специалистами института Амосова и лечить, если потребуется. А в апелляционном отменили решение Днепровского райсуда об изменении меры пресечения Корбану с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 25 февраля. И установили новый срок, сократив его всего лишь на два дня до 23 февраля. Мини-Межигорьев Черкасской области. Местные жители воюют с французским инвестором и пикетируют райадминистрацию. Говорят, узурпировал озеро и гектары охотничьих угодий. Кто отдыхает в частном заповеднике, кому туда вход заказан, и законно ли все это, разбирался Станислав Кухарчук. С самого утра под Шполянской райадминистрацией нешуточные страсти собрались сторонники и противники французского инвестора. Около 200 человек. В 2007 году иностранец арендовал в районе земли под сельское хозяйство и ставок, чтобы разводить рыбу. Люди жалуются, с тех пор в тех местах не порыбачить, не поохотиться. Когда приезжают 2-3 человека, охрана выходит. А когда приехали мысливцы 5-6 человек, то они уже с коса смотрятся, что не могут применить физическую силу. Собравшиеся уверяют, на охоту и рыбалку возле озера имеют полное право. Арендована иностранцем территория до 2028 года в пользовании у районного общества охотников и рыболовов. Это подтверждает юрист организации. Они находятся в использовании Шполянского украинского товариства мысливцев и рыболов. В действии данного арендаря неправомерны. Разговор с заместителем главы на повышенных тонах. Люди требуют объяснений. Говорят, вместо того, чтобы выращивать рыбу, француз обустроил на берегу частное охотхозяйство. Разводят дичину. Там, я насколько я понимаю, качки плавают. Вольер там. Кабанин. 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 Ну, это я вам не могу сказать. Насчет неволи, это же надо как-то задокументовать. Глава районного общества охотников и рыболов проводит экскурсию вдоль озера. Оно в десятки километров от Шполы. Свободным вход сюда действительно не назовешь. На въезде шлагбам и охрана. На еще замерзшем озере сотни уток. В вольере дикие кабаны и косули. Олег рассказывает, во времена Януковича этих животных арендаторы держали для элитной охоты. Тут приезжали суди прокуроры на ДЭП и полювали. Сюда вытягивался зверь, выкидался в поле и там его расстреливали негуманно. Поговорить с французским арендатором не удалось. Вчера он внезапно покинул территорию Украины, утверждает его представитель. И уверяет, мол, никакой элитной охоты тут никогда не было. Местным жителям на озере всегда рады. Уток для красоты выращивают, а кабанов и косуль скоро передадут в зоопарк. Нам из Закарпатья привезли в подарунок две косули. Сейчас их уже четыре. Они родили еще двух деток. И мы тоже их видим в черкасский зоопарк. А вот и свидетели, которые готовы заступиться за иностранца. Говорят, всегда рыбачат на озере без проблем. Но это необычные рыбаки. Один из них зам районного военкома. А по совместительству еще и арендатор соседнего ставка. Охотники говорят, ничего забирать не собирались. Просто требуют не ограничивать им доступ к территории. Районные власти до конца недели пообещали разобраться. А вот местные жители обещают, пойдут на радикальные меры, если их требования не удовлетворят. А на родине французского арендатора громкая отставка. Уходит глава МИДа Лоран Фабиус. Напомню, он принимал активное участие в урегулировании конфликта на востоке Украины. Имя преемника пока не называют, но уже неделю ходят слухи, что этот пост может получить бывшая спутница Франсуа Аланда и мать его детей Сигалена Руаяль. А 69-летнего Лорана Фабиуса президент назначит главой Конституционного совета. Причиной самой крупной железнодорожной катастрофы в Германии вероятнее всего стал человеческий фактор. Напомню, во вторник там столкнулись два пригородных поезда. Погибли 10 человек и 80 человек были ранены. Кто мог допустить эту трагическую ошибку? С подробностями расследования Татьяна Лагунова. Человеческий фактор пока основная версия причин железнодорожной катастрофы в Баварии. Немецкие СМИ сообщают, один из диспетчеров мог отключить автоматическую систему предупреждения, чтобы вручную пропустить опаздывающий состав. В результате его ошибки поезда столкнулись лоб в лоб на одноколейном участке трассы. Но эта версия пока не официальная. Полиция и власти ее не подтверждают. Мол, проводится расследование. Мы должны изучить все данные. В первую очередь речь идет об анализе черных ящиков. И только потом можно будет понять, что случилось. Был это технический сбой, человеческий фактор или комбинация этих двух причин. На месте трагедии вторые сутки разбирают обломки. Движение на этом участке будет перекрыто минимум неделю. Сначала мы попытаемся разделить поезда. Если удастся сделать это сегодня, будет уже хорошо. 10 погибших, более 80 раненых. Пострадавших в результате аварии принимают больницы по всей Баварии. Мы можем оказывать помощь четырем тяжело раненым людям в час. На экстренный случай у нас всегда есть свободные операционные. Тем временем в интернете появилось шокирующее видео. Его снял один из пассажиров сразу после столкновения поездов. На кадрах кровь, осколки и покореженное кресло. Слышны плач и мольбы о помощи. Сегодня в Баварии и других землях пройдут поминальные службы в память о жертвах катастрофы. А все немецкие партии приняли решение не проводить сегодня так называемую пепельную среду. Это ежегодные партийные съезды, на которых принято критиковать и разносить в пух и прах политических оппонентов. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Москве жертвой хулиганского нападения стал экс-премьер и оппозиционный политик Михаил Касьянов. Ему в лицо запустили тортом в одном из московских ресторанов. Кто стоит за этой выходкой, разбирался Дмитрий Еловский. Михаил Касьянов недавно был под прицелом. Притом в прямом смысле этого слова. Это видео появилось недавно в социальной сети лидера Чечни Рамзана Кадырова и наделало довольно много шума. При цели главы Северо-Кавказской республики вместе с оппозиционным политиком Касьяновым есть еще и координатор движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия». И вот не прошло и двух недель, как на Касьянова в одном из московских ресторанов совершено нападение. На этих кадрах видно, как к нему подходит несколько человек и бросают в лицо торт. Слышно, как мужчины с явно кавказским акцентом ему кричат «Позор России!» и агент Запада. К этому делу довольно быстро подключилась полиция, которой удалось по горячим следам сдержать у ресторана несколько чеченцев. Более того, все они служили в чеченском МВД. Что они делали возле ресторана, полиция так и не поняла. Касьянов их не опознал, поэтому чеченцев довольно быстро отпустили. Не осталось в стороне от этого скандала и администрация Кремля. Пресс-секретарь президента Путина Песков назвал нападение на Касьянова хулиганской выходкой. Однако призывал почему-то не связывать произошедшее с руководством, собственно говоря, самой Чеченской республики. После вторичного инцидента с Касьяновым Рамзан Кадыров в инстаграме в комментарии к новости написал «Опять я, ну и очень много смайликов». С этим уже разбирается полиция. Возбуждено дело, правда, не уголовное, а административное. Но все наблюдатели сходятся во мнении. Вряд ли хулиганская выходка с тортом была действительно какой-то реальной атакой. Скорее всего, Касьянову просто хотели показать, что знают, где он и чем занимается. Дмитрий Ивовский, Виталий Коваленко. Подробности. Московское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Сгуся вода. Ривненский врач, обвиняемый в смерти пятилетнего ребенка, требует вернуть ему место. Форма успеха. Как попасть в спортивный глянец без диет и тренировок. Расследованием гибели подростков скандальной перестрелки в Киеве займется Верховная Рада. Омбудсмен Валерия Лутковская открыла уголовное производство. Напомню, в ночь на 7 февраля полицейские во время погони за автомобилем открыли огонь на поражение. В результате погиб 17-летний пассажир. Водитель, преследуемый машины и еще два человека отделались испугом. Руководство нацполиции и МВД настаивает, что полицейские применили оружие правомерно. Наразе есть два криминальных проведения за этим фактом. Эти хлопцы не затримывали. 345 статья, ее расследует прокуратура. И их отправили до Головсиевского отдела. Встановили их особи. Они сейчас на воле. Несмотря на заявление о правомерности применения оружия, полицейских на период следствия от работы отстранили. Об этом сегодня сообщили в нас полиции. Ведомство также выразило соболезнование родственникам погибшего Михаила Медведева. Вся национальная полиция искренне выражает соболезнование семьи погибшего. Но хочу сказать, отличие демократического государства от недемократического заключается в том, что любому действию, в том числе и действию с участием полицейских, должна быть дана правовая оценка. В данном случае эту оценку должны дать исключительно прокуратура и суд. На данном этапе ведется следствие. Сотрудники отстранены от дежурства на улице до окончания дела производства по данному тяжелому факту. В Марганце осужденный сбежал прямо из зала суда. 50-летнего мужчину судили за жестокое избиение местного жителя, в результате которого тот скончался. Все время, пока шел судебный процесс, подсудимый был под домашним арестом. В зале заседания он находился под надзором лишь сотрудников охраны суда о том, чтобы усилить надзор, просьбы не поступали, говорят в полиции. Но после вынесения приговора, а это 10 лет лишения свободы, произошло непредвиденное. Осужденного как раз выводили из зала и под конвой взять не успели. И в этот момент его сын начал стрелять из травматического пистолета. Началась суматоха и, воспользовавшись этим, мужчины выскочили на улицу, сели в машину и скрылись. Сейчас их ищут. Его сын совершил три выстрела, одним из которых он ранил человека, находившегося в районе зала суда. А также два выстрела в бок сотрудников полиции, которые в тот момент конвоировали другого подозреваемого. В самом городе Марганце, а также в городе Никополе введен план сирены. Врачебный цинизм. Ривненский хирург, во время дежурства которого умер пятилетний ребенок в областной детской больнице, через суд пытается вернуться на работу. Удастся ли ему этот ход и как реагирует Минздрав? Подробнее Инна Белецкая. Вот уже больше трех месяцев она ходит с портретом внука. Все это время Оксана Степанюк не может заставить себя сделать глоток воды. Сразу вспоминает, как ее маленький Коля просил пить. Мальчик умер от токсического шока, поступив в больницу с подозрением на аппендицит. Дежурный врач прописал аналогин с димедролом, ножпо и уксусное обтирание. Причем назначение делал не вставая с дивана в ординаторской и даже не включая свет. После этого случая Константина Домановского уволили с должности заведующего. Вообще с работы. И вот он пытается восстановиться. На мою думку, это недопустимо. Так как, как бы людина мала совесть, так как он поступил, я поднесся, что не появлялся до дитины нашей. Не належал, вообще не ликувал нашей дитини. И это просто страх берет за таких лекарей. Но и это еще не предел. Врач в Домановске требует компенсацию за вынужденные прогулы и моральный ущерб. В узком коридоре Ривненского городского суда не протолкнуться. Первое требование представителей врача – убрать лишних. Присутность других людей, а их есть занадто, много в судовом заседании, в зале судового заседания. Громадскость, которая находится с маленькими детьми, которые могут в любой момент расплакаться и так далее. Но судья решает, основания для того, чтобы заседание было закрытым, нет. А вот перенести соглашается на неделю. Об этом просили адвокат Домановского и его отец. Тоже хирург, бывший главврач областной детской больницы. Говорить журналистами не хотят. Я вас очень прошу, не снимайте меня. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Что вы меня снимаете? Я сказал вам уже, что я ничего комментировать не буду. Тем больше, в зале судового. Киева действительно была неправильной связи. И это сформировало хитую думку общества про то, что данная особа относительно виновна в смерти детей. Представители больницы, где работал Домановский, заявляют, будут требовать его личного присутствия на заседаниях. А пока вопросы задавать некому, связаться с Константином Домановским, который не признает своей вины, не удается. Кстати, по уголовному производству он до сих пор проходит как свидетель. Судебно-медицинская экспертиза никак не может решить, есть ли связь между действиями врача и смертью ребенка. В Минздраве делались отпиской, сообщили, свои выводы передадут в полицию и Ривненское управление здравоохранения для принятия мер. Каких именно, не уточнили. Точно так же, как и не ответили, понесут ли члены Ривненской комиссии какое-то наказание за свои оправдывающие врача выводы. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер. Битва за землю. В Кировограде участники АТО второй день пикетируют облгосадминистрацию. Напомню, вчера около тысячи демобилизованных бойцов начали акцию протеста. Говорят о коррупции и непрозрачной работе областного управления Госгеокадастра. Услышали ли чиновники АТОшников и есть ли результаты? Подробнее Елена Брынса. Эту ночь активисты провели в палатке на центральной площади Кировограда. Накануне ее установили митингующие участники АТО. Утром они снова в обл. администрации на приеме у руководства. Я прийду к вам, к нему, и буду требовать свое. У него есть участок, у него есть квартира. А у меня дети живут на 12 квадратах. И мне вот это все, вот так вот, честно скажу. Пока видно, что они сами голосовали за эти законы, то я прийду забирать. Вот нехороший митинг. Накануне демобилизированные бойцы обвинили областное руководство Геокадастра в коррупции. Мол, без круглой суммы документы там никто не подписывает. Показания уже дали в полиции. Вчера приезжала следовательная группа, давали мы свечения. Хлопцев было чимало. Дали свечения всем. За гектар, 305. После обеда стало известно, исполняющие обязанности начальника областного управления Геокадастра отстранили от должности на время проверки. До нас с Киева ездит урядовая комиссия, которая будет разбираться с деятельностью Геокадастра и разберется по каждому випадку, по каждой заявке, какие причины, что не вытремляются строки, какие причины в том, что кто или иначе человек не отримал земельное дело. Новость от губернатора пикетчики воспринимают сдержанно. Еще месяц назад им уже обещали, все будет хорошо. Поэтому настаивают, их представитель должен войти в комиссию из Киева. Если эта комиссия будет только на бумаге и формально, мы снова будем тут. Если будет эффективность работы, дальше протестов не будет. И уже завтра участники акции протеста решат, что делать дальше. А эту ночь они опять проведут в палатке перед обл. администрацией. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоград. Еще на два месяца останутся под стражей российские спецназовцы Александров и Ерофеев. Голосеевский райсуд продлил им меру пресечения. На сегодняшнем заседании свидетелей со стороны защиты не заслушали, но сами адвокаты принесли в зал череп. Для чего? Узнаем от Павлина Василенко. Военная прокуратура приобщает к делу новые документы. А именно отказ прокуратуры Российской Федерации от предоставления ведомостей обвиняемых. Исполнить указанный запрос не представляется возможным. Ввиду его противоречия законодательству Российской Федерации. Информация, чьи это представители Збройных сил Российской Федерации, где они служили, в каком звонке, где проживают, номер паспорта. Мы хотим показать, что до отношений Министерства обороны Российской Федерации до своих подверг. После продлевают срок пребывания под стражей. Обвиняемых в терроризме российских спецназовцев суд не может отпустить под залог или домашний арест. К тому же еще должны заслушать свидетелей защиты и самих Ерофеева-Александрова. Продолжение следует, что существует за погибную заходу в виде тримания петварта. Петварта была настройка превыше двух месяцев, то есть до 9-го, 4-го, 16-го включено. В конце заседания защита просит еще раз заслушать свидетеля. Судмедэксперта, которая проводила обследование тела убитого украинского военного Вадима Пугачева. Адвокаты утверждают, согласно показаниям судмедэксперта, пуля, убившая Пугачева, была выпущена из другого оружия, меньшего калибра, чем то, которое изъяли у их подзащитных. Для наглядности принесли даже макет черепа с пулевым отверстием. Ранение Пугачева было получено, как утверждает сторона обвинения, из оружия с калибром 9 мм. Если мы берем экспонат и пробуем ввести пулю 9-го калибра, соответствующие отверстия, она у нас туда не попадает. Александровна Ерофеевна не звинувачивается в статте 115 Криминального кодекса Украины «Саме вбивство Пугачева». Вони звинувачиваются в здействии террористического акта. Государственное обвинение утверждает, что Александровна Ерофеев делали в составе диверсионной группы. Поэтому, возможно, в составе диверсионной группы была человек, который был избранным «автоматом МКАД». Следующее заседание назначено на 25 февраля. Павлина Василенко, Даниль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. Министерство культуры так и не предоставило документы, на основании которых был составлен список российских актеров, угрожающих нацбезопасности Украины. Об этом заявили представители оппозиционного блока, которые в суде выступают за отмену черного списка. Напомню, после того, как в СБУ заявили, что 83 российских деятеля искусства угрожают нацбезопасности, фильмы с их участием могут быть запрещены для показа в Украине. Нет таких полномочий по установлению лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. У них отсутствует процедура и критерии определения этих лиц таковыми. Мы считаем данный список неправомерным, незаконным и таким, что подлежит отмене. Должны быть объективные критерии для того, чтобы государственные органы могли прийти к таким выводам. Проект НАТО по усилению присутствия на восточных рубежах. Этот план сегодня обсуждают в Брюсселе 28 министров безопасности стран Альянса. Что стоит за таким выбором, расскажет София Гордиенко. На сегодняшней пресс-конференции главного нарушителя границ НАТО Иен Столтенберг вслуг предпочитал не называть. Хотя географическое направление, в котором будет укрепляться Альянс, указал четко. Сегодня и завтра мы примем решение по укреплению нашей защиты. И я надеюсь, что министры одобрят усиление нашего присутствия в восточной части Альянса. Это обеспечит четкий сигнал. НАТО ответит на любую агрессию в отношении своих членов. Главный вопрос журналистов, почему на восточных рубежах, то есть у границ России, НАТО организовывает лишь шесть малочисленных штабов? Ведь в Калининграде и на Черном море у Кремля вполне серьезные базы. Передовое присутствие – это наша реакция. И готовность усилить свои силы и средства, если будет необходимо. Сейчас уже не холодная война, когда сотни тысяч личного состава стояли напротив, сдерживая друг друга. Правда, дело не только в том, что времена изменились. Существует соглашение между НАТО и Россией, что Альянс не может вдоль границ с этой страной держать постоянные войска. А вот проводить регулярные тренировки и сборы имеет полное право. Не исключено, что учения в странах Балтии теперь будут проходить с завидной регулярностью. Великобритания еще до нынешнего заседания решила отправить для защиты союзников в Балтийское море шесть военных кораблей. Для учений, разумеется. София Градиенко, подробности, телеканал Интер, Брюссель. Кстати, глава Альянса, Йен Столпленберг, планирует через несколько дней встретиться с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 12 февраля. Об этом генсек НАТО заявил сегодня в Брюсселе. По его словам, это часть политического диалога, который Альянс никогда не прекращал с Россией. Бизнесмен Дональд Трамп и сенатор Берни Сандерс победили на праймере с Республиканской демократической партией США, которые прошли в штате Нью-Хемпшир. Победа Трампа в Нью-Хемпшире вернула ему лидерство в республиканской гонке. У демократов Сандерс уверенно обошел Хилари Клинтон, которая считается фаворитом. Следующие праймери состоятся 20 февраля. Демократы проведут их в Неваде, а республиканцы в Южной Каролине. Папа Франциск готовится к исторической встрече с патриархом Кириллом и уже назвал его своим братом. Понтифик отправляется с пятидневным визитом в Мексику. По дороге сделает остановку на Кубе и там 12 февраля в аэропорту Гаваны состоится первая за почти тысячелетнюю историю встреча глав двух крупнейших крестьянских конфессий. Эксперты считают, что она ознаменует важный этап в отношениях между Ватиканом и Москвой. Встречу Франциска и Кирилла планировали давно и лишь в прошлую пятницу стороны подтвердили намерение провести эти переговоры. Ожидается, что встреча продлится около двух часов и завершится подписанием совместной декларации о взаимодействии церквей. Прошу поддержать молитвой мою апостольскую поездку в Мексику, которая начнется через несколько дней, и встречу в Гаване с дорогим братом Кириллом. Какие подарки получат номинанты на Оскар? Как выглядит гроза из космоса? И за что казнили главу генштаба Северной Кореи? Об этом и не только в нашем обзоре. Власти Северной Кореи казнили главу генштаба. Генерала Ри Йон Гила обвинили в коррупции и преследовании корыстных интересов. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в КНДР. Последний раз генерал появлялся на публике в 2014 году. В Индии на шоссе возле Нью-Дели столкнулись более 40 машин. 4 человека погибли, еще 25 травмированы. Причиной стал сильный туман, а началось все с поломки грузовика. Водитель, следовавший за ним, вовремя не заметил угрозу и врезался в авто. Слон посеял панику в индийском городе Селегури. По неизвестным причинам животное выбежало из лесу в город. Самка сносила все на своем пути. Пострадали около 100 домов, десятки автомобилей и мотоциклов. Вскоре спасатели усыпили изможденное животное транквилизатором и вернули в лес. Шоколадная железная дорога. Новый шедевр шоколадей из Варшавы. Он создал движущийся поезд, ландшафт и остановки с пассажирами из сладкого какао-материала. Длина железнодорожных путей 30 метров. На работу ушло полтонны шоколада. Неспортивная модель спортивного журнала. Спорт Иллюстрейтед выбрал манекенщицы для съемок в купальнике 28-летнюю Эшли Грэм с 50 размером одежды. Девушка известна своей работой в различных рекламных кампаниях. Также она участвовала в первом шоу одежды больших размеров на неделе моды в Нью-Йорке. Гром и молния вид из космоса. Британский астронавт Тим Пик показал, как выглядит гроза на Земле с орбиты. Он снял удары молний над Европой и Африкой и выложил ролик в соцсеть. Тим Пик первый британский астронавт, который вышел в открытый космос. Свой блог он ведет с МКС. Всем номинантам на Оскар по рулону туалетной бумаги за 900 долларов. В этом году претенденты на кинонаграду получат подарочные наборы, в которые также войдут полотенца и увлажняющие средства для кожи. Номинанты в главных категориях получат вдобавок секс-игрушки, сертификаты на операцию по подтяжке груди и туристические путевки. Пикантное приглашение на ужин получил американский футболист Эммануэль Сандерс от бывшей порнозвезды Лизы Энн. Актриса ведет радиопередачу, в которой озвучивает свои пожелания, кому из спортсменов она хотела бы приготовить ужин, а потом делиться впечатлениями. Поддался ли искушению Сандерс, пока неизвестно. Но пока Сандерс рассуждает над ужином с порнозвездой, билеты на футбол продают почти по 3000 гривен. Английская премьер-лига взвинчивает цены и теряет фанатов. Станет ли это тенденцией и кто будет покупать эти золотые билеты, расскажет Оксана Кундеренко. Очень дорогой футбол. Новый год принес новые цены на билеты и они оказались заоблачными. 77 фунтов за матч. Столько будет стоить пропуск на стадион клуба английской премьер-лиги Ливерпуль. Грабеж средь бела дня фанаты терпеть не стали и показательно покинули трибуны на 77-й минуте недавней игры против Сандерленда. В отчаянии швыряли билеты просто на поле. Команде пришлось, вопреки знаменитым словам гимна «Walk alone», она пропустила два мяча, сыграв в ничью. Абсолютно все в клубе пытаются найти решение. Мы не хотим, чтобы зрители уходили со стадиона до окончания игры. Естественно, я был расстроен, когда узнал об этом. С таким успехом на матчи будут ходить только туристы, богатые приезжие, которые не поддерживают ни одну из команд. А как же в спорте номер один без 12-го игрока? Журналисты пытаются выяснить у других клубов английского чемпионата, будут ли они повышать тарифы. Но те упорно молчат. Опасная тенденция перекочевала и в Германию. Там во время вчерашнего поединка Дортмундской Баруси со Штутгартом на поле вылетели десятки теннисных мячиков. Болельщики таким способом выразили недовольство. Что уж говорить, для украинских поклонников цены вообще неподъемные. Поездка на матч 1-8 финала Лиги чемпионов Манчестер-Сити Динамо обойдется в 15 тысяч гривен. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Старейшая в США школу искусств Ельского университета возглавила украинка Марта Кузьма. Она стала первой женщиной на этой должности. О назначении объявил президент университета Питер Саловой. И отметил, что наша соотечественница способна вдохновить студентов на смелые решения. За ее плечами 20 лет кураторского стажа в разных странах мира. В последнее время Кузьма возглавляла Королевский институт искусств в Стокгольме. Школа Ельского университета, которую считают одной из лучших в США, готовит магистров по графическому дизайну, живописи, фотографии и скульптуре. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. Хороших вам новостей. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин